Всем привет! Вы на канале Elizabeth Books и добро пожаловать в книжные покупки. Давно у нас вообще не было никаких видео, у меня очень бурно началась сессия, сейчас она постепенно подходит к концу. Плюсом я закончила ремонт в своей комнате, теперь представляю вам некий обновленный ее формат. Мне все очень нравится, пока я еще привыкаю к новому виду своего рабочего пространства и сегодня собралась здесь для того, чтобы рассказать вам о новых книгах, которые купила себе сама и как раз устроить распаковочку посылки. Начнем мы, пожалуй, именно с посылочки, потому что эта коробочка пришла от моего тайного библиотекаря Марины с канала Marimi Book. Я обязательно оставлю ссылочку на ее канал в описании. Мне уже не терпится узнать, что же скрывает в себе эта коробочка и я давно не делала никаких распаковок, так что устроим такой необычный формат и посмотрим на мои живые эмоции. Лучше я не буду показывать, как зверски вскрывала упаковку, а начну сразу же с содержимого. И открывая первый слой, я сразу же вижу тут наклейки. Наклейки, которые мне всегда, конечно же, нужны для того, чтобы оформлять ежедневник. Я подсела сейчас на это занятие. Мне очень нравится заниматься всякими оформительными штучками. Я всегда стараюсь как-то красиво оформить разворот на неделю. Сейчас, правда, в период сессии у меня и это остановилось. Однако теперь у меня есть вот такие прекраснейшие, мистические коты. Кстати, очень хорошие наклейки. Я часто видела, как у меня знакомые, подружки заказывали что-то от этой фирмы, как показывали, как это все смотрится в ежедневниках. И мне очень нравится вот этот сет. Это коты, но в такой мистической тематике. Я, конечно же, все потом поближе подсниму, но уже первый подарок в этой посылочке мне безумно нравится. Особенно вот эти два переплетенных котика. Все очень мистическое и очень атмосферное. Далее тут идет открыточка с посланием, которое я, разумеется, прочитаю, но не вслух, а за кадром. Это такое милое послание. Я всегда собираю открыточки, которые кто-то мне присылает, письма, и люблю их потом перечитывать, потому что это необычайный заряд энергии, заряд эмоций, который остается с тобой потом очень надолго. Нашла я тут стикеры. Стикеров много не бывает. И далее я обязательно вам подсниму. Тут очень-очень много сладостей. Сладостей много не бывает. И здесь вот прям все, что я люблю. Я обожаю вот эти батончики. Я обожаю всякие кислые мармеладки, которые облеплены сахаром. Все это ко мне, все это мое. И я это с удовольствием поглощаю. Кишка-подарок от моего тайного библиотекаря тоже оформлена в таком кошачьем стиле. Тут котики, но кажется, да, вот так. Тут котики. И я не могу вот по формату прощупать, что это за книга. Возможно, это какой-то роман. Точно роман, потому что у него вот такой корешок, как будто бы это что-то от издательства Азбука. Вот у них такие корешки, их прощупываешь, и можно по форме, она такая полукруглая у них, определить, что это именно их книга. Потому что у остальных издательств, ну, на мой личный вкус, корешки немножечко заостренные. Вот тут, тут какой-то более кругленький. Так что давайте аккуратненько как-нибудь вскроем эту книжку. И давайте я попробую ее достать так, чтобы первую обложку увидели вы. Если она, конечно, достанется и дастся мне в руки. Все, придется все равно рвать, не смело я сохранить первоначальный вид упаковки. Но все же, я надеюсь, я обложкой правильно ее держу. Это издательство Азбука. Моя любимейшая серия. Большие книги. Это Федор Достоевский и его подросток. Книга, к слову, недавно вышла. Я рассказывала о ней в каком-то из видео с книжными новинками. И тут даже есть внутри закладочка. Закладка с картиной Иван Гога. Очень красиво, Марина. Безумно благодарна тебе за такой подарок. Я люблю Достоевского, однако собираю его очень-очень медленно. И ты помогла мне собрать еще одно произведение в мою коллекцию. В мою коллекцию больших книг. Она пополняется неспешно. И сегодня в покупках. Вы еще некоторые произведения из этой же серии увидите. Но вот подросток, это, конечно же, действительно хорошая вещь. Плюсом роман оказался не таким уж и большим, как я это себе представляла. Но книга так и так небольшая. В настоящую свою величину язбука, конечно же, постаралась так, чтобы Томик выглядел и лаконично, и хорошо сочетался с другими книгами серии. Марина, мой тайный библиотекарь, огромное тебе спасибо за такой прекраснейший подарок. Я еще потом долго буду все это рассматривать, разглядывать и с нетерпением, конечно же, буду ждать момента знакомства с подростком Достоевского. Надеюсь, дойду до него не через миллион лет, а где-нибудь поближе. Буду сполна наслаждаться слогом автора, его сюжетами и, конечно же, потрясающим изданием, которым ты меня одарила. Уже на этапе подсъемок я обнаружила, что забыла одну из закладок. Это закладка с корги. Это очень мило, потому что у меня тоже есть корги. Корги по имени Эльза. И особенно вот эта вот собачка. Очень похожа на нее. Так что еще одна закладка, подарок, о котором я забыла. А теперь приступим к книгам, которые я купила уже сама себе. И за июнь я купила не так уж и много, всего 9 книг. Это неплохой результат для меня, но книги эти самые разнообразные. И первым делом, конечно же, я покажу вам свои обновления в коллекции Азбуки Классики. И, во-первых, я купила роман Стендаля «Красное и белое». Переиздание этого замечательного романа не могло пройти мимо меня, так как с романом Стендаля «Красное и черное» я уже знакома и очень бы хотела продолжить знакомство с этим автором. Мне нравится, как он пишет. Мне нравится, о чем он пишет. И как раскрывает своих героев, даже если они не совсем приятные, мягко говоря, личности и преследуют не самые благородные цели. Но тем интереснее. И вот я совершенно не представляю, о чем пойдет речь в романе. «Красное и белое». Но, судя по аннотации, судя по обложке, по каким-то моим абстрактным представлениям, я, конечно же, подозреваю, что тут дело будет идти о карьере, о том, как молодой человек, возможно, будет пытаться добиться какого-то положения в обществе. Именно так только что перечитала аннотацию. И здесь нашего главного героя Люсьена сравнивают с главным героем романа «Красное и черное». Он сын банкира, он умен, не обделен какими-то природными способностями, но влюбляется, попадает в череду интриг, и жизнь его, конечно же, идет не совсем тем путем, который Люсьен уже себе где-то в голове выстроил. Далее я пополнила свою коллекцию творчества Бальзака, «Тридцатилетняя женщина», роман, который был переиздан вот в этой серии совсем-совсем недавно. Опять же, в каком-то видео с книжными новинками я вам о нем рассказывала, и об этой книге я слышала очень много. Слышала, пожалуй, не самые приятные вещи, так как эту книгу, по сути, Бальзак писал, так как у него не было денег, и нужно было создать какое-то произведение, публика требовала новых шедевров от Бальзака, и вот к «Тридцатилетней женщине» у него было у самого достаточно предвзятое отношение, но именно благодаря этому роману появилось знаменитое выражение «женщина бальзаковского возраста». Это роман, конечно же, о любви, о семье, скорее всего, о женских убеждениях и женском мировоззрении, так что интересно будет посмотреть и на эту сторону жизни из-под призмы знаменитого автора. Ещё один роман Бальзака о женщинах, о семье, о любви, об их судьбах – это воспоминания двух юных жен. Роман в письмах, в эпистолярном жанре, и здесь мы встречаемся с двумя подругами, которые на протяжении всей жизни, после колледжа, обмениваются письмами, они делятся самыми сокровенными тайнами своей души, рассказывают о семье, о любви, о быте, о том, как они живут. И в целом мы увидим два таких противопоставленных женских характера и сможем посмотреть, какой характер из этих двух ближе к Бальзаку. книжные покупки из фикс-прайса никогда не обходятся у меня без горячих, только что испечённых новиночек, и как только я увидела эту книгу на фикс-прайсе, я решила, что мне нужно её брать, что это просто какой-то знак мне свыше, потому что я давно о ней мечтала, хотела взять в твёрдой обложке, но всё никак не получалось, а сейчас я взяла и купила себе роман Эллен Хильдебрандт, её лето 1969 года. Семейная сага о лете, о лете у берега моря, куда собирается женская половина семейства. Так получается, что все мужчины куда-то разъехались по делам, и женщины из разных поколений семьи остаются одни на это лето, которое они традиционно все вместе всегда проводили только семьёй, но вот такое необычное стечение обстоятельств позволяет им как-то по-новому взглянуть на свою жизнь, возможно, проанализировать её и раскрыть некие тайны, некие недомолвки, которые царили между женщинами этой семьи долгий-долгий год. Звучит очень интригующе, и эта обложка, она просто потрясающая. Я влюблена в неё от и до, и я настолько уже хочу сильно прочитать этот роман, познакомиться с его тайнами, что я буду агитировать очень яростно за то, чтобы эту книгу мы почитали в совместных чтениях в августе. Ни для кого не секрет, что сейчас книги Эмма Скотт можно найти в текст прайсе по весьма привлекательным ценам и в мягких обложках, и я всё же решила, несмотря на то, что многие произведения у меня уже есть в коллекции, взять, дотянуться до звёзд в мягком оформлении. Однако я не нашла вторую часть «Зажечь небеса», поэтому взяла только первую, так сказать, пока что на пробу. Мне очень нравится такой формат для книг Эмма Скотт. Мне кажется, их просто идеально будет брать куда-то. в отпуск, на море, на дачу, да куда угодно. Такая книга с лёгкостью поместится у вас в рюкзаке или даже в дамской сумочке. Я ничего не знаю о содержании этой диалоги. Слышала только, что здесь, как всегда, у Эмма Скотт по классике две израненные души парень и девушка. И парня тут, насколько я помню, призывают в армию куда-то в горящую точку. И девушка осознаёт в этот период свои истинные чувства к нему. Почитаем, узнаем. Не знаю пока, когда точно доберусь до этого произведения Эмма Скотт, но надеюсь, что весьма скоро. Обещанная порция произведений из серии «Большие книги» подарки от моих замечательных книжных фей. И, во-первых, это Изабель Альенда и её «Дом духов». И я так загорелась прочитать «Дом духов» после знакомства с романом «Виолетта». «Виолетта» это последний вышедший на русском языке роман из-под пера Изабель Альенда. И сейчас я столкнулась с тем, что многие ругают роман «Виолетта», говорят, что он очень слабый, какой-то недоработанный, сухой. Однако для меня, мне кажется, это прекраснейший вариант для того, чтобы познакомиться с автором. Она показывает жизнь, да, возможно, несколько схематично, но это воспоминание, воспоминание человека, который прожил огромнейшую жизнь, и это сделано было в невероятных художественных деталях, и теперь под таким большим впечатлением от первого знакомства я, конечно же, взялась за «Дом духов». Слышала, что здесь очень много магического реализма, и пока что я настраиваю себя на такую волну, что здесь он будет, что мне предстоит читать книгу в жанре магического реализма, а я небольшой фанат таких историй и читала их довольно мало. Однако эта прекраснейшая сочная обложка, аннотация и любовь к Виолетте меня подпитывает на то, чтобы я поскорее взялась и за это произведение тоже. Как вы знаете, я большая фанатка историй о Шерлоке Холмсе, эти произведения Артура Конанделла навсегда в моём сердце, я люблю различные киноадаптации Шерлока Холмса, каждая из которых мною нежно любимая, я пересматривала их по нескольку раз каждую, и вот я решила, что уже пора как бы обзавестись оформлением Шерлока Холмса в издании больших книг, поэтому сразу же знак четырёх, первый из четырёх томиков, которые посвящены Шерлоку Холмсу, теперь у меня на полочках, я не собираюсь на этом останавливаться, но так как я уже читала всю серию, которая посвящена известному детективу, конечно же, я буду покупать книги постепенно, по мере необходимости, по потребностям своим, и к слову, мне очень повезло, потому что это ещё старое оформление больших книг, одно из моих самых любимых, и, конечно же, особых шарм оно придаёт, и рассказам о Шерлоке Холмсе, мне кажется, это будет потрясающее погружение, когда я начну перечитывать этот цикл, а я когда-нибудь всё же настроена взяться за это дело, и здесь меня особенно порадовали форзовцы с некой трейс-схемой помещения, и порадовали примечания записки самого автора, его размышления, об этом мне хочется узнать побыстрее, и, возможно, я на досуге что-нибудь вырву из контекста и почитаю отсюда. Словно мы злодеи, потрясающее новое переиздание М.Л. Рио в новом переводе, и я долго думала, нужно ли мне всё-таки приобрести эту книгу, эту историю, так как у меня есть уже книга в изначальном переводе, который у нас первый выходил на русском языке, слышала, что там достаточно много огрехов, что-то было вырезано, поэтому я приняла решение всё-таки пойти на такую сделку и приобрести себе в коллекцию книгу, и вот в таком прекраснейшем оформлении. Мне очень нравится вот эта обложка с отсылками на шекспировские трагедии, на шекспировские пьесы, как я понимаю, тут и Гамлет, и Король Лир, я жду нечто интересное, нечто очень атмосферное в духе такой мистической академии, и, конечно, что здесь будет много литературы, будет много размышлений о книгах, о творчестве писателей, надеюсь, это я получу сполна. Следняя книга, которую сказать по правде я не собиралась читать, однако судьба расположилась иначе и небольшая предыстория. У нас в университете есть полочка буккроссинга, полочка, которая предназначена для обмена старыми или же непонравившимися книгами. Я оттуда уже несколько раз брала некоторые произведения, рассказывала вам об этом, и вот совсем недавно приезжаю я на экзамен и вижу, что кто-то оставил там лисьи броды, Анна Стробинец. Я знала об этой книге, знала, что это весьма громкая новинка в русском современном литературном мире. Мне интересно было, что это, но одновременно я и боялась аннотации, которая не совсем пришлась мне по вкусу, однако я увидела эту книгу на полочке с буккроссингом, кто-то ее просто там оставил, не захотел дальше держать в своей коллекции и пусть она выглядит немножечко потрепанно, но я решила, что это все же знак, знак, что именно эта книга должна была прийти ко мне подобным образом и значит мне все-таки нужно ее прочитать, возможно я найду что-то для себя здесь увлекательное, а возможно даже распробую сюжет, который по аннотации мне не понравился, потому что тут какие-то лисы, оборотники, цунэ, насколько я понимаю, встречаются на границе то ли с солдатами, то ли с советскими шпионами и все это подано немного так сумбурно, что это первоначально меня оттолкнуло от аннотации, но вот я посмотрела на оформление этой истории, полистала ее и все-таки подумала, что надо взять, нужно поместить эту книгу в свою коллекцию и возможно когда-нибудь я до нее доберусь. И это были все книжные покупки за последнее время, еще раз огромное спасибо Марине за такой потрясающий подарок, я сейчас пойду еще его порассматриваю, понаслаждаюсь этим приятным ощущением, когда тебе что-то дарят, что-то оформленное с душой, пойду расставлю новые книги на свои полки, полюбуюсь, как они будут там смотреться и к слову, я думаю о том, чтобы сделать еще тур по книжным полкам в ближайшее время, если вам интересна такая затея, то обязательно пишите в комментариях, ну а с вами как всегда была Элизабет Букс, увидимся мы совсем-совсем скоро уже в новых видео, если вы что-то читали из этой стопочки, можете поделиться своим мнением в комментариях, то я буду вас там ждать, ну а на сегодня все и всем пока-пока! пока-пока!